Всем привет, и да, это выпуск «Интересно за месяц», где я делюсь какими-то классными находками среди подкастов, YouTube-каналов, каких-то интересных книг, фильмов и прочего-прочего. В общем, мои фавориты, так скажем. Я не просто так сижу в машине, мы с вами приехали в очень красивое место, это побережье, и мне очень хочется показать вам это место. Я как-то уже делала формат «Интересно за месяц», когда я гуляю по каким-то красивым природным штукам, и мне кажется, тогда этот формат зашел, и надо его повторить. Надеюсь, что ветер, который дует с океана, не помешает этому видео. Пока! Пока! Ну, как всегда, логистический дисклеймер. Если вам интересны только отдельные категории или только отдельные вещи, в описании к видео всегда есть тайм-код, на какой минуте о чем я говорю, и также ссылки на все, что я упоминаю. Ну что, начнем мы, наверное, с сегодняшних фаворитов с YouTube-каналов. Первый канал, про который я хочу рассказать, про него, наверное, многие, мне кажется, из моих подписчиков знают, но если вдруг кто-то это пропустил, я думаю, вам это понравится. Ксения Ниглас, я не знаю, как долго она снимает видео на YouTube, но мне кажется, очень долго, потому что она одна из первых OG, таких вот стародавних ютюберов, которых я смотрю с каких-то незапаменных времен, еще, мне кажется, до того, как я начала свой канал делать. И Ксения недавно перестала вести основной канал и создала два других. Один лайфстайловый для тех, кто, в общем-то, хочет продолжать следить за ее жизнью, а второй такой, я бы сказала, наверное, научпоповский. В общем, как раз второй канал Ксении я хотела бы посоветовать. Там на канале она поднимает какие-то такие интересные, любознательные вопросы, но рассуждает не просто с какой-то такой обывательской точки зрения, как обычно я делаю на YouTube, а она приводит к какие-то исследованиям. Все, что говорит наука, потому что часто оказывается, что то, что думаем мы, совсем не подтверждено научными исследованиями. Мы заблуждаемся по поводу многих вещей, каких-то концепций и так далее. Два других канала, которые хочу посоветовать, они совсем из другой оперы, это каналы для рукодельных всяких штук. Вы знаете, что в начале года я выпустила видео про медленную жизнь, slow life. И я говорила о том, что для меня один из способов, в общем-то, замедляться, это заниматься чем-то руками. Я также начала вязать, потому что я поняла, что мне интересно разные штуки пробовать, и мне хочется восстановить все эти навыки, которые у меня были в детстве, которые пропали. С помощью них что-то делать для себя. Не знаю, если мне нужна шапка, вместо того, чтобы купить ее, связать себе и убить двух зайцев. С одной стороны, сидеть вечером медитационно ее вышивать, точнее вязать, ну и, может быть, вышивать сверху. Или, например, если мне хочется как-то проапгрейдить свою джинсовую куртку, то быть в состоянии что-то на ней вышить и так далее. И вот, собственно, два канала, которые я хочу посоветовать, они как раз связаны с вязанием. Один посвящен вязанию крючком, второй вязанию спицами. Первый канал, который крючком, я вам, мне кажется, это упоминала, это канал Даши. У нее, мне кажется, суперподробные, суперпонятные, с очень приятным голосом, без каких-то лишних деталей, сделаны видеоинструкции. На языке вязания это, оказывается, называется мастер-класс. Я про это не знала раньше. Инструкции по тому, как вязать те или иные вещи. И я даже связала уже шапку по Дашиному. По ее мастер-классу очень легко вязать. И это вообще какая-то магия, что можно просто взять и вязать себе шапку. И второй канал на эту тему, это канал Миши вяжет. Мне было очень круто смотреть. Во-первых, это забавно смотреть, как в категории, которая исторически считается женской, появляются мужчины. И вообще вот эта вот идея того, что хобби перестают быть разделены на вот это для мужчин, а вот это для женщин. Меня это очень радует. Поэтому лишний раз хочется продвигать те каналы, где какие-то стандартные такие устаревшие стереотипы разрушаются. А еще, похоже, у нас случилась весна, потому что у нас есть лужи. А это такая ассоциация с весной. Смотрите на эти лужи. Господи, клевор не так редко этот дождь, что радуешься лужам и грызилки. Смотрите, этот ветер. Но, кажется, мой микрофон работает. Мы с вами сейчас будем собираться туда-наверх, там, типа-крыси. Ну что, мы с вами двигаемся к категории, которая называется полезные приложения, программы и, в общем-то, все, что связано с, не знаю, упрощением работы себе. И хочу вам сегодня рассказать про три приложения. Первое приложение, кстати, родилось на основе ваших комментариев, которые вы оставляли к предыдущему выпуску. Там я говорила о том, что я уже долгое время пользуюсь приложением для хранения и систематизации паролей и советовала вам приложение LastPass. Я им прям несколько лет пользовалась, но многие из вас написали как раз в комментариях, что вообще-то к этому приложению тут недавно появились вопросики. И я себе пометила, что надо бы изучить вообще-то вопрос и, наверное, переехать в другое приложение. Но, сами знаете, переезд из одного приложения в другое это всегда целый стресс. И я бы, наверное, не переехала, но LastPass решила, начиная с этого года, после этого месяца, брать деньги. И я стала изучать вопрос, в какое приложение переехать и какое приложение также позволяет быстро мигрировать, перенести свои пароли. И я выбрала для себя приложение Bitwarden. Приложение сделано по принципу open source, и оно доступно на разных платформах. У них есть бесплатный, вечный бесплатный аккаунт, что важно для многих, потому что не все готовы платить. Поэтому, если вам важно бесплатное приложение или если, например, вам нужно быстро мигрировать из LastPass, то Bitwarden классно подходит, потому что там есть прям инструкция, как, в общем, вот таким вот практически, ну, не таким, но похожим движением переехать из одного приложения в другое. Я переехала, наверное, минут за 20, и, в общем-то, радостно терпользуюсь Bitwarden. Меня пока все устраивает. Пока проблем не было с ним, если они появятся, то, соответственно, в следующем таком выпуске расскажу. Я знаю, что есть аналог всей вот этой темы, да, помимо LastPass и Bitwarden, есть еще приложение очень популярное, FirstPassword, первый пароль, и многие тоже из вас его советовали. Но, во-первых, там нет бесплатной версии, и поэтому я решила, что, ну, если есть возможность бесплатно, надо идти в бесплатную. Но, тем не менее, если вы будете для себя тоже выбирать приложение, если вы еще не выбрали после моего того выпуска, да, приложение для хранения паролей, то тоже берите FirstPass за какую-то основу для сравнения, потому что, несмотря на то, что у них есть платный аккаунт, это, в общем-то, единственный минус, у этого приложения есть очень много плюсов. И я пока тестирую Bitwarden, и если, например, он мне не подойдет, то я следующим вариантом буду рассматривать FirstPassword. А те, кто писал комментарии и давал рекомендации, большое вам спасибо, потому что, в общем-то, для меня это тоже источник, как-то информироваться, узнавать про разные интересные приложения. Так что, если у вас еще есть какие-то интересные приложения или мысли, то, в общем-то, тоже пишите в комментариях. Следующее приложение, про которое я хочу вам рассказать, это приложение Spark. Это приложение email-клиент, то есть это не тот сайт, где вы создаете свою почту, это то приложение, которое поможет вам работать с уже имеющейся почтой. Может быть, оно у вас на Gmail, может быть, оно у вас еще где-то, может быть, на собственном домене, и в этом клиенте дико удобно пользоваться почтой. Я пробовала разные клиенты, и сам, например, macOS-овский клиент, и какие-то еще я пользовалась. Раньше помню AirMail, еще что-то, но Spark оказался реально лучшим. Очень удобно работать, особенно в тех ситуациях, если вам нужно, например, работать внутри какой-то команды. Там, например, можно создать несколько дайкантов. То есть у меня, например, есть эта почта, и, например, такая же почта есть у девочки, которая помогает мне с моими административными задачами. И там, внутри этого клиента, она может взять какое-то письмо, и, например, делегировать его мне, и тогда оно окажется в моем почтовом ящике, то есть ей не надо пересылать его. Она может его просто делегировать из своей почты, и я смогу, например, ответить. Или мы можем, например, по поводу какого-то письма общаться в чатике, да, то есть, например, у нее есть какие-то вопросы, она мне может их в чатике задать, эти вопросы не будут видны, если с на адресат у письма. Понятно, что все это можно сделать и, например, в Телеграме, но мне кажется, что это дико удобно, когда это на одной платформе. Опять же, можно пересылать письма, но это более удобный способ, потому что если ты кому-то, например, делегируешь или шеришь письмо, и человек на это письмо отвечает, то оно уходит с того адреса, на который оно изначально пришло. Ну и помимо этого всего, есть всякие современные модные штуки. И умный имбокс, который сортирует письма, и умный поиск, и возможность снузить имейлы, то есть ты ставишь галочку имейл, и почта напоминает тебе про этот имейл еще раз в назначенное время. Есть отложенная отправка писем, всякие фуллапы, ремайндеры, подписи и прочие вещи. Можно прислать кому-то ссылку на этот имейл. Ну и сам по себе очень прикольный, минималистичный дизайн, очень продуманный, и мне кажется, немножечко похож тоже на стилистику Notion. Ну а теперь, с вашего позволения, небольшая рекламная пауза, и хочу вам рассказать про приложение Crello, которое действительно, мне кажется, полезное и очень классно вписывается в рубрику этого видео. Crello – это приложение или веб-сервис, с помощью которого любой человек может создать классный дизайн. Внутри самого Crello есть огромное количество разных шаблонов под разные задачи. Например, допустим, я хочу сделать свой подкаст или открыть свой интернет-магазин, и с помощью Crello я могу сделать себе какой-то логотип или визитки, какие-то лифлеты и разные другие материалы. Если я веду письменный блог или у меня есть страничка в интернете, я могу создать какие-то тоже элементы дизайна для оформления этой странички. Соответственно, как работает эта программа? Вы либо скачиваете приложение, либо переходите на веб-версию с десктопа или iPad, создаете свой аккаунт, есть бесплатная версия, определяетесь, с каким шаблоном вы будете работать, будет ли это шаблон для сториз в Инстаграме или это, например, шаблон визитки. Дальше просматриваете, какие есть варианты, которые более-менее подходят вам по стилистике и полностью можете внутри интерфейса этого приложения все подредактировать под себя. Поменять тексты, написать свое имя и фамилию, добавить свои какие-то картинки, поменять шрифты, поменять цвета и так далее. Лично я для всех своих проектов всегда сама создаю дизайны, но я не иллюстратор, у меня так себе, мне кажется, с творческой креативностью, вот именно визуальный. И вот такие приложения, как Crello, лично меня, как блогера, не знаю, как человека, у которого когда-то были тоже интернет-магазины, очень сильно спасает, потому что я могу сделать все в едином стиле, но при этом мне не нужно сидеть и думать, а какой шрифт с чем сочетается, а точно ли это будет выглядеть красиво. Я просто выбираю то, что мне стилистически подходит, и я могу быть уверена, что какой-то специально научный человек уже продумал, как будут сочетаться эти шрифты, цвета, дизайны, элементы и так далее. Но при этом, если у меня, например, есть какой-то задор на креативность, мне не обязательно брать этот шаблон и использовать его 100% так же. Я могу создать свой шаблон с нуля, задать какие-то размеры, выбрать сама из библиотеки элементов, что я хочу туда добавить. Из библиотеки фотографий могу выбрать какие-то стоковые фотографии, которые я могу использовать для своего дизайна. Могу загрузить свои какие-то фотографии и выбрать вообще свои шрифты, свои элементы и так далее. То есть вы можете пойти по простому пути, взять готовый дизайн, адаптировать под себя, либо вы можете пойти по более сложному пути и поиграться с этим приложением или с этим веб-сервисом. И мне всходу приходит в голову миллион идей, где можно использовать крело для своей обычной жизни. Если вы меняете работу, вам нужно обновить резюме, то с помощью крела можно сделать красивое резюме или красивый кавер-леттер. Если вы студент, и вам нужно оформлять какие-то презентации или еще что-то, там тоже есть все эти идеи. Если вы учитель или ведете какие-то консультационные обучающие услуги, то вы можете взять шаблоны и использовать их для своих уроков, для своих курсов. В общем, возможности крела безграничны, есть платная версия, есть бесплатная. Для каких-то там личных целей, в принципе, бесплатной версии будет достаточно. Но если вы хотите попробовать полную версию, то по ссылке, которая будет в описании, можете получить доступ на 30 дней бесплатно к пакету крела.про. А мы теперь вовремя с вами сейчас будем взбираться вот туда. Сейчас я вам покажу, как мы будем взбираться. Я уже там ничего не буду записывать, и я, видимо, отпущу тоже МОК с поводка. Ну что, пора переходить к категории книги. У меня будет для вас рекомендация трех книг. Две переведены на русский язык, а одна нет. Но, тем не менее, поскольку у этого автора есть другая переведенная на русский язык книга, я подумала, что все равно можно про это вам рассказать. Итак, начнем с русскоязычных книг. У меня будут художественные и не художественные книги. Первая книга, которую я хочу посоветовать, она не художественная, и она на тему экологичной моды. Книга Conscious Closet, экологичный, осознанный гардероб. Все ссылки к обычным будут в описании. Я особо не ожидала, что много кому будет тема эта интересная, и люди готовы подискутировать, и пообсуждать. И эта книга классна тем, что она как раз тоже рассказывает про тему экологичной моды, и больше фокусируется на том, как вообще переходить на принципы минимализма в одежде, принципы экологичного, этичного потребления и так далее. Мне нравится, что там очень много каких-то практичных рекомендаций, они совершенно не сумасшедшие, не крейзи. Там нет каких-то идей, что выбрать все останется с одной футболкой. Там объясняется, как делать постепенный переход, какие-то примеры приводятся, истории с жизнью. В общем, когда я читала эту книгу, мне она показалась очень такой вдохновляющей, поддерживающей на тему того, как аккуратно и спокойно в это все перейти. Вторая книга — это кулинарная нехудачственная книга. Я, правда, ее советовала недавно в подкасте, но я ее так люблю. Мне она так нравится, что я подумала в том, что в подкасте кто-то может ее не услышать и должна рассказать вам. Я читала эту книгу изначально на английском, но оказывается, что есть русский перевод, что тоже классно. Собственно, поэтому хочу ее отдельно порекомендовать и спасибо тем слушателям подкаста, которые написали русский перевод. По-русски книга называется «Соль, жир, кислота, жара. Важные элементы хорошей кухни» или что-то такое. Написала ее Семин Насрад. По-английски книга называется «Sold, Fat, Acid, Heat». И, соответственно, в этой книге рассказываются какие-то основные принципы приготовления еды и какие-то тонкости. Почему можно взять, например, какой-то рецепт и заменить в ней, не знаю, соль поваренную на соль иодированную, и блюдо может получиться не такой солености, как в изначальном рецепте. И то же самое, то какое вы масло возьмете, подсолнечное, сливочное или какой-то еще, ги, например, да, это тоже может влиять на вкус еды и также может влиять на консистенцию, там, если вы что-то жарите. В общем, мне нравится такая книга в плане того, что она такая супергиковая, кулинария для людей, которые любят погружаться в какие-то технические детали, понимать, как все устроено, понимать, не знаю, химию, физику процесса и так далее. И я дико рада, что Насали перевели на русский язык. Очень рекомендуем. Следующая книга, которую я хочу посоветовать, она пока не переведена на английский, но я думаю, что в какой-то момент появится, и у этого автора есть другая книга, переведенная на русский язык. Автор это Колсон Уайтхед. Я, мне кажется, советовала его предыдущую книгу, которая называется «Подземная железная дорога». Она про историю рабства, освобождения от рабства. В общем, такая книга художественная, но освещает, в общем-то, реальные события. И автор также получил Пулитцевскую премию, мне кажется, за вторую книгу или за Оби. Ну, в общем, это такой автор, да, если у вас есть сомнения, не надо читать, то это сам по себе еще автор с очень хорошим, не знаю, с очень хорошими идеями, хорошим слогом, с хорошими книгами и так далее. Книжка, которую я прочитала прям буквально недавно, и она меня очень сильно зацепила. Я даже пошла исследовать всю эту тему, смотреть материалы, документальные всякие штуки на эту тему. По-английски книга называется Nickel Boys, а на русский в Википедии ее перевели, но, мне кажется, книги самой нет. Опять же, если кто-то знает про выход книги, или что она выйдет скоро, в общем, как всегда, пишите в комментариях. По-русски, вроде бы, как перевели мальчики из Никелевой академии. А мы тем временем, смотрите, куда пришли. Ну, так. Дети. Ну что, в этом прекрасном месте на самом деле хочу еще поговорить про подкасты. Я в последнее время, мне кажется, мало вам рассказывала про интересные подкасты, потому что не так их много слушала, и при этом я вижу, что очень много классных подкастов появляется, очень много кто запускает подкасты, поэтому, если вы недавно нашли какие-то интересные, особенно новые, молодые подкасты, достойные внимания, то кидайте их в комментарии, я тоже с удовольствием послушаю. Расскажу вам про два подкаста, один на русском, один на английском. На русском это не новый подкаст, возможно, я уже не раз про него говорила, это подкаст Критмыш, но за последние пару месяцев я посмотрела по истории прослушивания, это один из тех подкастов, которые я слушала чаще всего. Мне очень нравится подход, который есть в этом подкасте, он тоже такой научный, с проверенными данными, туда приходят какие-то эксперты из каких-то областей, обсуждается именно такой критический подход, проверенный подход, научно обоснованный, и это то, что мне нравится, это то, где я беру обычно свою информацию в том числе. В этом подкасте мне в последнее время понравилось три эпизода, которые хочу подсветить, поэтому, если вы не знаете, с чего начать, начните с них. Первый эпизод, он прям вышел, мне кажется, недавно, называется Медиаскетизм. Я на своем канале много говорю про цифровой минимализм, диджитал минимализм и так далее, и вот, оказывается, есть даже специальное слово для этого, называется Медиаскет, человек, который выбирает осознанно не соприкасаться со всей информацией, которая к нему идет, а выбирает именно, что ему делать, и вот Медиаскетизм интересный, плюс там какая-то была тоже интересная терминология, какие-то исследования они обсуждали, советую. И два других тоже выпуска, которые, мне кажется, достойны внимания, это выпуск про свободу слова, он был по итогам американских выборов, но они как раз обсуждали вот этот вот такой интересный вообще прецедент, когда в Твиттере был заблокирован президент и обсуждали, можно ли нет считать это свободу слова, как вообще относиться к свободе слова, какие есть разные точки зрения. И мне очень понравилось, что в этом подкасте были какие-то такие точки зрения, про которые я раньше не думала. Это как-то дополнило мою картину мира, поэтому рекомендую. И третий подкаст, про который я хотела рассказать, это подкаст был про гетто-города. Он про такой вот феномен, что в каких-то городах появляются районы неблагополучные, трешовые, гетто-районы. И там как раз специалист по социологии, урбанистике, в общем, специалист по каким-то таким вопросам, человек, который изучал тоже вот эти все районы, говорит о том, что есть очень много заблуждений, в том числе часть из этих заблуждений транслируется, ой, мне сейчас упадет от ветра телефон, транслируется российскими СМИ. Поэтому, если вам интересно, в общем, опять же, расширять кругозор, узнавать, в общем, что реально происходит в мире, в версии того, что как бы часто есть какая-то повестка, да, в том числе журналистами какими-то продвигаются какие-то идеи, которые, на самом деле, не основаны на фактах, то, в общем, тоже это интересный выпуск. И англоязычный подкаст, про который долго не буду рассказывать, потому что я понимаю, что небольшой процент пойдет его слушать, подкаст, который я просто прослушала от начала до конца, за последние полтора месяца, это подкаст Plant Daily. Два парня ведут подкаст про домашние растения, и они часто берут прям в отдельном выпуске и обсуждают одно конкретное растение, и там можно послушать какие-то разговоры, какие-то советы, какие-то лайфхаки. Я бы не сказала, что этот подкаст прям конкретно такой информационный, но как раз такой немножко болтологический. У них в самом начале всегда это обсуждение, у кого какие новости с их растениями, плюс там у каждого из них, мне кажется, там по 200, по 300, по 500 домашних растений, то есть это люди, которые супер вообще... Ну что, пора переходить к фильмам. Сегодня будет в основном документальное кино, что-то игрового кино, я за последнее время, как ты, не смотрела, была поглощена Ютубом. И хочу посоветовать несколько документальных фильмов. Начну, наверное, с того, которое на самом деле может было отнести к категории Ютуб-каналов. Это канал Bad Planet, который я обнаружила, не знаю, мне кажется, еще в прошлом году, но, возможно, про него еще не рассказывала. И там много разных документальных фильмов про шаманов, про Дагестан, про что-то еще я там смотрела. В общем, если вам интересно смотреть документальные фильмы про разные страны, культуры, народы, то советую этот канал. И мне очень понравилось, то есть если вы будете гадать, с чего начать, мне очень понравился документальный фильм про женщин в Дагестане. И мне кажется, поскольку это видео, скорее всего, выйдет в марте, вдвойне радостно подсветить именно это видео, потому что это про историю женщин, про неравенство. И помимо того, что там, уже, наверное, все знают, что 8 марта это не только про день весны, это еще также про историю борьбы женщин за свои права. И вот в Америке даже сейчас, например, происходит месяц женской истории, когда как раз активно подсвечивают все, что связано с историей женского движения. И мне кажется, что классно посмотреть этот фильм и как-то тоже для себя какие-то вещи понять, понять, где у тебя, да, больше привилегий, а где у кого-то меньше. И вот. Поэтому отдельно, в общем, советую этот фильм. Очень красиво снят, очень интересно снят, интересные герои. И надеюсь, что я, кстати, я только сейчас поняла, что, возможно, я это советовала. Ну, в любом случае, если вы не посмотрели тогда, мне кажется, это сейчас стоит того, чтобы подсветить это. Следующая документалка, которую хотела бы подсветить, это документалка от прекрасного дедушки Дэвида Оттенборо. Оттенборо, ему 93 года, он, всю свою жизнь путешествует по миру и снимает документальные фильмы и передачи для BBC про жизни животных, жизни людей в разных странах, про какие-то супер отдаленные уголки. И он как раз сейчас сделал фильм. Я так понимаю, что это какой-то завершающий венец перед его уходом на пенсию. Человек в 93 года решил выйти на пенсию. Он снял фильм, который называется Our Life on Our Planet. Жизнь на нашей планете. Я попыталась найти, если русский перевод, я думаю, что... Но не смогла его найти. Я думаю, что все-таки он есть, я еще поищу и потом где-то в описании приложу. Наверняка хотя бы что-то с русскими субтитрами есть. Очень классный фильм, очень сильно тебя потрясает, заставляет задуматься, потому что Дэвид это человек, который, не знаю, там, 50 лет назад заезжал в такие уголки планеты, в которые людям и не снилось заехать. Да, это сейчас, с интернета можно увидеть вообще что угодно. А тогда люди видели только то, что показывают по телевизору. И то, у кого был телевизор, у тех, у кого был цветной телевизор и так далее. И он тогда уже все эти вещи видел, какие-то совершенно диких животных, в диких смысле редких животных, редкие растения, редкие уголки. И то, о чем он говорит в фильме, что он наблюдал деградацию планеты. Он говорит о том, что легко, ну, не видеть, да, того, что планета засоряется, да, что есть вот проблемы, климатические изменения. И того легко очень не видеть, если ты, как бы, живешь там своей жизнью, да, никуда не ездишь, не путешествуешь, ну, потому что у тебя физически такая жизнь. И ты не видишь каких-то вещей. Плюс, если ты делаешь это только недавно. А он, как человек, которому почти 100 лет, и который наблюдает изменения планеты на протяжении целого века, он видит гигантское количество изменений в худшую сторону с точки зрения экологии, планеты и окружающей среды. И он как раз делал этот фильм как-то вот, не знаю, сказать, что, ребята, я все это видела, просто поверьте мне. И фильм, конечно же, берет очень сильно за душу, и, мне кажется, прям, обязательно его надо всем смотреть. И если вы не слышали про этот фильм, не слышали про Дэвида и Тонбора, то мои вам вообще рекомендации прям пойти обязательно посмотреть. Ну и вот, поэтому тоже наша прекрасная планета, вот она здесь за мной. Ну что, на этом, наверное, все. Мои рекомендации для этого месяца закончились. Напоминаю вам, что если вам есть что добавить, какие-то книги, фильмы, документалки, приложения, то оставляйте в комментариях. Особенно книги. Я очень часто нахожу информацию про художественные книги именно у тех, кто оставляет комментарии под моим видео, и мне как раз сейчас, мне кажется, нечего читать. Поэтому, да, художественные книги очень приветствуются, делитесь какими-то классными книгами на русском или на английском языке. Ну что, а мы с вами увидимся в следующем видео. Мака обычно полна ненависти к моим съемкам, потому что она не любит останавливаться и хочет идти дальше, и она сейчас стоит и скулит. Мне кажется, Мока готова пойти. Она уже два раза сказала, давайте уже пойдем, поэтому пойдем. Мака, пойдем. Пойдем, Мака? Ну, очень часто. Странная особенность заключается в том, что... О, боже, мне кажется, там очень ветрено! Очень ветрено и очень холодно. Мака, пипец там холодно. В общем, мне кажется, что будет очень громко, но сейчас посмотрим. Я думаю, что мне надо одеться потеплее. Что-то мне подсказывает. Я уже не знаю, сколько времени не могу снять этот выпуск, я все надеюсь, что будет тепло, и можно будет пойти поснимать на пляже, но очень холодно. Мака. Насколько, Мама. Насколько, Мама. Давай, Чичи. Мака, дожди. Мака, дожди. Так, ну что? Есть с собой штатив, кепка на случай того, что будет солнцем, ха-ха. И ребят, со всякой техникой. И еще у меня есть Мака, которая обычно мешает. И Бензе. Мака. Мака, дожди. И ДОЖДОГОНСА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТОПКОЙ СОБАНСА ИГРАНСА логистика записи видео и выгуливание собаки одновременно плохо мне кажется мной отработано а